Слышишь, а ты уже таким пользовался? Ну, я не пользовался, но видел, как старшие пацаны пользовались. Ничего сложного. Что-то не вытягивается. Привет, это Бери Выше, и сегодня мы расскажем, как профессионально готовят борцов с огнем. Ну и людей, которые преодолевают последствия стихийных бедствий и разных чрезвычайных ситуаций. О, вытянулось. Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля был основан в 1973 году. В составе института действуют три факультета, а это 13 кафедр и научно-исследовательская лаборатория инноваций в сфере гражданской безопасности. Тут учатся более 1200 курсантов и студентов и работает почти три сотни преподавателей. Институт готовит пять бакалаврских и четыре магистрских программы. Ну, территория пожарного института, как и подобает силовому вузу, в образцовом порядке. Газоны подстрижены, бордюры покрашены. Ну, стрижай. Институт расположен в отдалении от центра Черкассы и устроен по принципу гарнизона. У гражданских это называется кампус. То есть все необходимое прямо на территории. Здесь и учебные корпуса, и спортивные площадки, и общежития. Курсанты живут в публиках по 10-15 человек. По коридору есть все основные бытовые комнаты. Согласно военному уставу, в общежитиях организовано дежурство. В казармах курсанты живут первые два года, потом могут снимать квартиру. В таком вот хорошем настроении с песнями курсанты маршируют в столовую. Панец наш майорек отпустит до того, Залишив девчину, залишив кохану, сам не знаю кому. Радуется, похоже, тому, что находится на полном гособеспечении. Это, кроме всего прочего, означает полноценное трехразовое питание. На территории вуза есть также буфет. А еще собственная поликлиника, то есть медико-санитарная часть. Здесь работают врачи по десяткам специальностям. Операцию, может, не сделают, но поставить диагноз и обеспечить качественное лечение – пожалуйста. Абсолютно бесплатно. Безусловно, огромное внимание в институте уделяют практической работе. Обучение идет постоянно при любой погоде. Вот и сейчас очередная группа курсантов отправляется на задания. Занятия, которые помогают научиться быстро выполнять задания, которые стоят перед спасателями, всегда выглядят очень эффектно. Например, тушение лесного пожара. Вначале лесники пытаются справиться с огнем самостоятельно, а потом им на помощь приходят уже настоящие огнеборцы. Или вот, например, инсценировка аварии на газовой скважине или на любом другом предприятии. Сложно себе представить, как бы действовали спасатели без подобных тактико-специальных учений. На учебном полигоне институты отрабатывают и международные учения. В частности, совместные действия с курсантами главной школы пожарной службы Республики Польша. С ней у Черкащан работает соглашение о двойном дипломе. Первые наши студенты уже учатся в Варшаве. Поляков здесь ждут уже в ближайшее время. Для нас это очень важный ощупь. Для нас это очень важно, чтобы польские студенты тоже к нам приехали, например, на учебу. И важны первые студенты. Ведь я уверена, что когда появится первая, за ними будет много других. Они для нас словно окно в Европу. Именно то образовательное европейское пространство. Потому что, например, в Республике Польша сейчас вступает в силу новый закон о высшем образовании. И там каждое учебное заведение получает свои бонусы по разным направлениям деятельности. Так вот, главная школа пожарной службы Республики Польша получила в этой номинации наивысшее количество баллов за проекты с Черкасским институтом пожарной безопасности. А еще Черкасский институт пожарной безопасности – это мощная корпоративная культура, традиции, уважение и память о своих героях. Ежегодно курсанты, студенты, сотрудники и выпускники института вместе с местными жителями и гостями чтят память героев Чернобыля. Их имя носит вуз. И многие из выпускников или нынешних преподавателей участвовали в ликвидации последствий той катастрофы. И это всего одна из множества традиций, которые бережет институт. Частично в специальном музее. У нас здесь хранятся уникальные документы, связанные с историей учебного заведения, а также о подвиге наших выпускников – героев Чернобыля. Мы хотим, чтобы наши будущие абитуриенты делали сознательный выбор профессии спасателя. Соответственно, знакомились с историей пожарно-спасательной службы Украины и славными традициями нашего учебного заведения. Для курсантов института знакомство с этими традициями начинается с первого дня обучения, с момента, когда они принимают присягу. Ну и после торжественного выпуска теперь уже настоящие спасатели продолжают достойно нести славу и традиции своего института. А дети многих из этих парней и девушек вскоре вернутся в стены вуза, создавая династии этой тяжелой и благородной профессии. Казалось бы, вода себе и вода, а вот спасателям нужно знать о ней все. Каковы ее качества, как она движется или как она попадает в рукав. Обо всем этом они узнают тут, в лаборатории гидравлики. В лаборатории гидравлики. Нюансов тут и правда много. Определение потери напора в трубах или пожарных рукавах, как зависит формат и диаметр насадки на дальность потока и так далее. То есть углубляются тут вводный вопрос очень глубоко, поскольку от скорости расчета формул зависит безопасность работы в боевых условиях. В другой лаборатории студенты и курсанты изучают оповестители чрезвычайных ситуаций разных типов. Лаборатория оснащена современными образцами пожарной и производственной автоматики украинского производства. Курсанты с самого начала ознакомятся с основами пожарной тактики. Что это собственно такое пожар, каковы его параметры, как спрогнозировать его развитие и так далее. Позже их готовят принимать решения, учат правильно организовывать процесс ликвидации чрезвычайного происшествия и как рассчитать силы, средства и количество личного состава. Чему сам и до нас. В рекламном проспекте пожарного института написано, что обучение здесь – это возможность заниматься спортом в одном из лучших спортивных комплексов. Что же это за спортивный комплекс такой? Вот он, огромный, многофункциональный и, главное, крытый спорткомплекс. Внутри строение разделено на несколько зон, а ее конструкция позволяет быстро переоборудовать эти зоны под разные виды спорта. Как результат, чем тут только не занимаются. Легкоатлетические виды, есть башня для занятий пожарно-прикладным спортом. В конце зала мы можем увидеть платформы для занятий борьбой. Там складываются маты, татами, боксерские мешки, гимнастический инвентарь, турники, брусья, тяжелоатлетический зал, снаряды для гиревого спорта, снаряды для легкой атлетики. Можно переоборудовать под мини-футбол, есть баскетбольные кольца с площадкой. На территории института есть еще с десяток открытых спортивных площадок. Если же ты подаешь надежды в беге по воде со штангой или в другом несуществующем или редком спорте, обращайся. Институт найдет такую возможность. Рядом с людьми тренируются и собаки-спасатели. Смотрите, как они умеют. Главное, чему учат служебных собак – находить людей. Их услуги часто бывают незаменимы на больших территориях или после землетрясения. Спасатели с тренированными собаками – особо ценные кадры на службе. Они без проблем трудоустраиваются и часто имеют преимущество над своими коллегами без собак. Я заразно. Сейчас я нахожусь возле полосы психологической подготовки. Видите, ребята готовятся к ее прохождению. Суть этого задания – научиться действовать быстро, а главное – перебороть страх огня. А его тут, поверьте, будет много. На этом отрезке полосы отрабатывают подъем личного состава с оборудованием и точность подачи воды. В целом упражнения на девяти участках полосы позволяют адаптировать огнеборцев к работе в экстремальных ситуациях. Ну вот, например, отработка действий в задымленном помещении. Мало того, что самому тяжело работать, так еще и необходимо спасать пострадавших. Или как вам такое? В результате разгерметизации емкости с аварийно-химически опасным веществом образовалась зона химического заражения. Кто в курсе, что делать? А спасатель знает, что ликвидация прорыва проводится за счет установки бандажной пневматической подушки на емкость. И делать это нужно в аппаратах защиты органов зрения и дыхания, а также в костюмах химической защиты. Словом, развлечение для сильных духом парней и девушек. А это упражнение называется «Спуск пострадавшего при помощи спасательных веревок». Ну, спасайте меня. Ну, почти лифт. Но ощущение, что ты в руках профессионалов и что тебе ничего не угрожает. Даже если бы там полыхало. Это одно из самых простых упражнений, которые выполняют все пожарные. Но есть некоторые упражнения, которые тянут на отдельный вид спорта. И это поистине впечатляет. Пожарно-прикладной спорт. Слышали о таком? Здесь есть пять дисциплин. Вот одна из них. С помощью штурмовой лестницы подняться на тренировочную башню. На время, естественно. А вот стометровая полоса препятствий. Раз. Первое препятствие. Теперь подхватили скатки рукавов. Пробежка и протягивание рукава. Соединение рукавов и финиш. Захватывает? Есть командные виды спорта. Это такие, как эстафета. Четыре по сто метров. Там поинтереснее. Там первый этап бежит, преодолевает домик с лестницей-палкой. Передает пожарный ствол второму этапу. Второй этап преодолевает забор. Также передает третьему. Третий прокладывает приблизительно, как стометровая полоса с препятствиями. Рукава через бум. Рассоединяет разветвление. Передает четвертому. Четвертый уже, подхватывая огнетушитель, тушит горячую жидкость в противне. Арсен дважды чемпион мира по пожарно-прикладному спорту в командном зачете. И дважды финалист чемпионата в индивидуальном. Вместе с командой Арсен установил мировой рекорд. Я потому сюда и поступал. Потому что тут, можно сказать, из трех высших учебных заведений, которые у нас в Украине есть. Для меня тут самая идеальная база была. Для развития. Так как и спортсмены тут всегда сильные. Условия все созданы. Есть за кем тянуться. Александра в спорте не так давно, но уже демонстрирует прекрасный потенциал. Когда-то она занималась легкой атлетикой, позже поступила в пожарный институт и переквалифицировалась. У нас просто немножко легче, чем у мальчиков. Понятное дело, что мы не будем лезть на четвертый этаж. У нас также ниже бум на 100-метровке. Но так же, как и у мальчиков, есть и пожарная эстафета, и боевое развертывание. Вон туда, вон туда. Ага, вижу. Фух, ну это тебе не из-за огнетушителя пшикать. Слышишь, я вот понял, что это работа для сильных и отважных парней и девушек, которые приходят сюда учиться. Ну это к тому же и командная работа. Разве ты сам справился бы с таким шлангом? Это рукав. Ну да, рукав. Мы были в Черкасском институте пожарной безопасности. На этом все. Пока. Берите выше и помните, спички — это не игрушка. Берегите лес от пожаров. При пожаре зазвоните 101. Ну, давай, командежка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!